всем добра с вами добрый ранил и надеюсь я вас застал за приятным времяпрепровождением в празднике возможно вы сейчас на шашлыках на рыбалке либо в огороде а если вы веган то уже пишите злобный комментарий по поводу того что шашлыки мясо фу тогда пожелаю вам приятного аппетита с вашей овощной диетой ну а мы как обычно продолжаем рассказывать о новостях и давайте в студию уже первую новость мир труд май 1 мая почти во всех городах нашей страны прошли праздничные шествия но помимо традиционных демонстраций под флагами и транспарантами профсоюзов и политических организаций в крупных городах состоялись еще и монстрации ярославле все было правда мирно согласовано и по центру города прошла первомайская демонстрация свои флаги пронесли партии власти оппозиция и даже лгбт затем на волжской набережной состоялась монстрация а вот в санкт-петербурге томске курске новосибирске сыктывкаре махачкале и петропавловский камчатском первомайское шествие закончилось с задержанием всего было задержано более ста человек в основном это участники монстрации и одиночных пикетов но больше всего активистов полиция задержала в санкт-петербурге предстоятельствами поднимаются на тротуар уходим право за счастье как сообщаю советство массовой информации задержано более 60 человек среди них и участники согласованных акций и с каждым годом число задержанных на первомайских демонстрациях растет так 2018 году было задержано чуть более 50 человек а в 2017 всего 38 кто бы какой политической силе не относился этот человек имеет право на свое мнение и 1 мая это не только праздник для коммунистов это праздник для всех кто чтит свою гражданскую позицию и тот кто хочет чтобы гражданское общество в россии было сильнее и крепче поэтому он может выйти на монстрацию чтобы показать себя либо на демонстрацию чтобы быть сплоченным с уже действующими демонстрантами он может стоять с одиночным пикетом но самое главное что в этот день все люди чуть больше активны чем 2 3 4 мая долгожданная премьера этого года фильм мстители финал вышел на российский экран и побил все возможные рекорды кстати в его рекорде был замешан в том числе и я потому что я купил два билета на мстители финал почти в первый день и сразу же его посмотрел женя ты уже посмотрел мстителей пока нет ну а когда же планируешь не знаю но торрент или кинотеатр кто выиграет наверно торрент но тем не менее за три дня в прокате картина уже набрала 1 миллиард рублей и ее посмотрели три миллиона российских зрителей в российском прокате лента появилась на четыре дня позже чем в мировом премьеру сдвинули по требованию министерства культуры которая хотела чтобы как можно больше зрителей сходила на отечественный фильм миллиард проспансированы этим самым министерством культуры премьера миллиарда прошла 19 апреля за четыре прокатных дня они собрали 78 миллионов рублей посмотрели его почти 287 тысяч зрителей для сравнения мстители за один премьерный день собрали четыреста двадцать семь миллиона рублей и на него сходила 150 тысяч человек вот такая вот разница но тут на самом деле запрещай не запрещай а все равно люди пойдут на зарубежное кинцо потому что это зарубежное кинцо обладает хорошим промоушеном но и качественным контентом чего не всегда скажешь о наших фильмах и как шутил недавно гоблин но либо дмитрий пучков многие используют нашу российскую систему распределения трат на фильмах 50 процентов мы откатим 50 процентов от 50 мы распилим 20 процентов потратим на фривольных девушек и что-то похожее на стиральный порошок на 10 процентов полечимся с похмелья и уж на остальное до снимаем все сцены в фильме но так он говорил про третий эпизод игры престолов что они якобы научились у русских режиссеров и сценаристов это всем понятно владимир путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета в силу он вступит с 1 ноября 2019 года ряд его положений начнут действовать с 2021 года по мнению власти данная мера защитит на российский интернет в случае возникновения угроз его нормальной работе и за рубежом также будет возможность фильтровать входящий трафик рулить интернетом станет роскомнадзор ведомство будет искать угрозы раздавать операторам связи средства противодействия и указания а также создать 2021 году собственную систему доменных имен эксперт не исключает что сбои в работе интернета возможны некоторые сравнивают подобный опыт с китаем но голова роскомнадзора заверил что китаю данный закон не имеет никакого отношения принципы то действия разные а суть одна и если уж они серьезно думают о нашей безопасности то уж точно не с интернетом это безопасность как-то будет связано вы можете вспомнить как в 2001 2002 году когда появились первый доступный интернет у горожан каждый из нас хотел скачать весь интернет к себе на компьютер товарищи так вы и возьмите скачайте весь интернет зачем его дополнительно ограничивать не пойму фейсбук ждут большие перемены на ежегодной конференции для разработчиков фейсбук майк цукерберг представил новый дизайн фейсбука там изменился логотип теперь буква f будет помещена в белый круг изменились и цвета белый будет преобладать над синим цветом синяя любимая нами шапка и вовсе исчезнет слава богу в новой версии акцент будет с новостной ленты на stories сообщества и события эти вкладки перейдут на более заметные места социальной сети появятся новые функции и инструменты которые позволят находить нужные группы и знакомиться с людьми со схожими интересами будет возможно публиковать записи в группах с личной страницы появится новая функция meet new friend которая поможет найти друзей по интересам также цукерберг отметил что большое внимание будет уделено конфиденциальности пользователей и нововведения коснуться как мобильной версии так и версии сайта пк для ос и android обновление выйдет уже в ближайший месяц вы знаете фейсбуку давно пора меняться и это хорошо что получается что-то новое однако очень странно что они идут по одному и тому же пути частично взять опыт инстаграма а частично взять опыт яндекс ауры смешать и получится новый коктейль но зато с другой стороны теперь пашки дурову не скажут что он скопировал все с фейсбука но ведь у контакта есть свои особенности особенно в видеозаписях и в аудиозаписях если вы понимаете о чем я ярославль попал в топ-10 самых несчастливых российских городов специалисты финансового университета при правительстве российской федерации составили рейтинг городов жители которых меньше всего довольны жизнью в первом квартале 2019 года аналитики провели опрос в 78 городах нашей страны с населением больше 250 тысяч человек и меньше всего довольных своей жизнью жители воронежа хабаровска владикавказа нашего ярославля петрозаводска кауги ульяновска тамбова махачкалы и магнитогорска а самые же счастливые люди живут во владивостоке томске липецке оренбурге в столице нашей родины своей жизнью довольны 82 процента жителей также эксперты отметили что в первом квадрате 2019 года доля довольных жизнью россиян снизилась до 73 процентов по сравнению с предыдущим периодом я никогда не думал что я живу в несчастном регионе но с другой стороны после того как я пообщался с политологом миклиным и с филологом и ведущим и педагогом с ниньковским мы однозначно можем сказать что ярославцы достаточно радикальные ребята и поэтому очень остро реагируют на малейшее нарушение совести как они считают и как только кто-то с нами не считается кто-то против нас так мы сразу же начинаем клеймить его позором и так уж вышел что мы в отчасти зависим от правительства и очень часто говорим про правительство не всегда хорошие вещи не замечая их достойных и хороших поступков я конечно же недавно хвалил зама правительства авдеева но и постоянно критикую волкова но и волков то может быть человек неплохой но просто то что он делал это вызывает огромный резонанс и мы все это гиперболизируем и к сожалению редко говорим хорошие вещи но часто говорим плохие и видите уже выходит на федеральном уровне заметили о том что у нас в ярославле люди то какие-то грустненькие злые и недовольные ну надеюсь это никак не свяжется на нашей жизни и нам специальные позитивные войска не введут в наш регион для того чтобы мы чаще улыбались и были больше довольны жизнью оставьте нас ярославцев как есть не мешайте нам жить и дайте нам нормальных управленцев тогда мы точно будем довольны потому что мы все таки не сильно радикальный регион мы как говорится терпеливые но свое место знаем и других на место поставим вот такой был у нас топ такие события были в мире и в регионе ярославль пишите свое мнение по поводу того куда на шашлыки сходить как лучше провести остаток майских праздников лично я решил что пойду под нож но под нож пойду я не местной гопоте а под нож пойду врачам для того чтобы все таки сделать свое зрение более-менее хорошим надеюсь с вами так я и останусь добрым данилом а не всевидящим данилом если вы понимаете о чем я ну а с вами был почти что ванга всем добра аналитики подожди шо там шо там шо там где там чего рули чего рули рулить а рулить изменились все цвета белый будет пред предоблады преобладать ёпу мать а